Всем доброе-предоброе утречко. Собираемся мы в садик. Еленка уже умылась, зубы почистила. Так, доча нам надо не забыть носочки. Вот, собираемся в садик. С нами папа решил прокатиться до садика. Да? Всё, ты готова? Оделась? Пойдём причесываться. Сейчас причешемся и поедем. Потихонечку. Время у нас уже полвосьмого. Сейчас будем наводить красоту. Какой тебе банк? Опять тот же самый. Такой будем одевать бантик. Какой у нас есть бантик красивый. Не хочешь такой? Нет. Просто резиночку? Да, просто. Ну всё. Приветик. Ларуську забрали уже. Кипятим чай. Сейчас будем пить чай. У нас, правда, закончился чёрный чай. Заварили. Ну, тоже чёрный. С травкой. Кстати, мне надо не забыть. Я вчера забыла выпить свой желчугольный сбор. Надо будет сейчас сразу запарить. Два пакетика. Пока чай не кипит. Вот. Сегодня что-то с утра так голова болит. Как будто это давление. У нас на улице сегодня такая прям теплотень. А дома прям жарень. На улице теплеет. И сразу дома становится намного теплей. Сейчас быстренько заварим чаёк. У меня массаж уже скоро. Так. Это травку. Вова кофе захотел. А я чаёчек буду пить. И вам чай. Сейчас быстренько завтракаем. Купили это тут. Колбасу-то Вов эту купили. Господи, что делают. Колбасу-то эту купили. Ливерную. Она в середине. Она прокислая. Она в середине красная. Она прямо воняет. Да, вон собака. Фу. Она прямо это. Я вчера кошкам уже давала её. Она прямо прокислая. Вообще фигня какая-то. Так, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь сейчас позавтракаем. Да, Лерусь? Так, а что мы позавтракаем? Можно сделать бутерброд. А можно бананчики есть. Так, творог. Сегодня будем готовить ленивые вареники с творогом. Вот, если вы такое не слышали никогда, то смотрите. Я вам покажу. Так, у нас гости были, да, Лерусь? Приезжала к нам политивная служба. Это, в общем, врачи. Они нас, нет-нет, наблюдают, приезжают, смотрят и привозят подарки. Вон у меня тазик стоит на полу. С водой собралась мыть полы. Привозят подарки. На Новый год привозили. Сейчас привезли на Старый Новый год. Так, неожиданно. Такой вот мешочек. Мы даже его ещё не открывали. Сейчас вместе с вами. Я не знаю, что... Ой, господи, мышка какая-то. Ой, тут ещё что-то записульки какие-то. Валерия Ивановна. Автозавод. Сейчас посмотрим. Так. Ну, да. Это прямо как раз для Леры. Новогодняя фреска. Это, конечно, совсем не для Леры. Это подарок, скорее, для Милены. Это, значит, такая штучка. Она липкая. И потом её вот этими блёстками нужно обсыпать. Это как в том году, знаете. По-моему, на 8 марта Лере подарили блокнот с ручкой. Я говорю, ну это вообще... Так, и здесь. Ну, вот этот вот мышонок. А, это не мышонок. Кот какой-то. Не ждите... Не ждите чудя. Чудите сами. Вот так вот. Вот такие вот подарки нам дали. Ну, старый Новый год на Леры. Тебе такого кота. Я говорю, подарили. Смотри, Вов. Ребёнку, который руками ничего не делает. Подарили. Ну, это Милене сегодня. Да? Отдадим. Пускай. Ну, внимание. Ну, внимание, конечно. Но всё равно. Подарили внимание. Так. А это что? Зачем? Ну, бабушке потом приедешь. А, это витраж для раскрашивания. Раскрашивание. Так. А что тут ни краска, ничего? И вот такой вот витраж для раскрашивания. Непонятно, чем его раскрашивать. Ничего больше не прилагалось. Вот. Ну, в общем, вот. Именные, говорит, подарки. Когда нам позвонили, нам сказали, что подарки будут именные. А где они именные? Ничего не поняла. Ну, ладно. Ну, и на этом спасибо, да? За внимание. Пришли, проверили давление. Послушали. Посмотрели. В ноутбуке в одноклассниках сказали Лере добавиться, да? Кстати, если кому интересно, кто там Лере постоянно передаёт привет, если у кого-то есть страничка в одноклассниках, то у Леры тоже есть. Лера там зарегистрирована как Лерочка Когут. То можете заходить к Лере, ей будет очень приятно. Так, да, Лерусь? Так что вот. Такие дела. Давай кошку. Посадим её пока вот сюда. Здесь пускай она у нас постоит. Сегодня, наверное, будем ёлку убирать. Может, не будем, что-то она не хочет стоять никак. Вот так, не хочет. Да, всё, сейчас будем готовить, кушать. Я уже тут достала и полы не успела помыть, они приехали. А сейчас, сегодня будем готовить ленивые вареники с творогом. Вот, у меня тут кусочек сыра ламбер, творог, укроп и мука нам понадобится, и всё. Так что вот, сейчас Лера у нас там смотрит своих блогеров, значит, я сейчас быстро помою пол и будем готовить. Так, всё, начинаю делать ленивые вареники с творогом. Для этого нам понадобится пачка творога, у меня безжирный. Туда его отправляем. Дальше. Яичко. Дедушка нам принёс домашние яички. Смотрите, какие крупные, хорошие такие. Сюда же выбиваем одно яичко. Мука. У меня обычная мука, пшеничная, высшего сорта. Вилочка нужна нам для этого делать. Всё это разминаем. Яичко с творогом. Можете сразу подсаливать, можете подсаливать, когда будете варить. Я буду подсаливать, когда буду варить. Ну, да, чё? Чё мама-то? Так, добавляем муки. Делаю на глаз всё. Мне много их не надо. Так, на раз сварить и покушать. Хорошенечко разминаем. Можно ещё капельку. У нас сегодня такая теплая тень на улице. Прям вообще хорошо так. Только эти геомагнитные бури у нас сегодня. У меня сегодня с утра. Такая голова чумная. Так, тесто я сделала. Теперь берём укропчик. Так, Лиза пришла. Зараза такая. Заходи давай. Лиза, Лиза, заходи давай. Айда, Лиза. Будешь заходить или я сейчас закрою дверь? Уж на улице сидеть. Так, значит, режем укропчик мелко-мелко. И туда же его отправим сейчас. На улице тепло, хорошо, но какие-то геомагнитные возмущения. У меня сегодня прям с утра голова какая-то дурная. Я эти геомагнитные возмущения прямо чувствую. Так, всё. Укроп отправляем туда же. Укроп никогда не испортит вареники с творогом. Так, перемешиваем. Всё, сейчас поставлю воду. И будем формировать наши колобочки. Ленивые вареники. Так, сейчас поставлю воду. И кушать, конечно, будем. Так, сейчас поставим воду. Лиза, ты где опять игрушку сняла? Так, теперь берём сыр. Режем его сначала на такие пластики. Так, потом на брусочки. А потом на квадратики. Складываем в тарелочку. Теперь берём, какого размера вы хотите, чтобы были ваши ленивые вареники. Если сильно прилипает тесто, заготовка к рукам, то можно ручки маленько в муке. Так, ну я буду делать, наверное, вот такого размера. Теперь делаем внутри дырочку. Прячем туда брусочек с сыром. Наш квадратик. Это всё обратно залепляем. Присыпаем тесточку мукой. И складываем. И так сейчас проделаем со всем нашим творогом. Вот из пачки творога у меня получилось вот такое вот количество ленивых вареников. Сейчас здесь у меня уже закипела водичка. Сейчас мы её подсаливаем. И в кипящую воду, как пельмешки, как вареники, мы это всё опускаем. Минутки 3-4 и будет готово. Лера говорит, и есть. Потихонечку все спускаем. Всё. И пускай варится. Всё, проварились. Буду доставать в тарелочку. Наши варенички с укропчиком. Я вот не знаю, с чем их лучше съесть. Они так-то ведь не сладкие. Можно, наверное, и со сметанкой, и с майонезом. Кому как. Посмотрим, что там получилось внутри. Как-то, в принципе, очень быстро в приготовлении. Внутри у нас вот такой вот сыр. Видите, расплавился. Муж, это ленивые вареники с творогом. Давай-ка, пробуй. Ты будешь первопроходимцем. Что внутри там такое? Сыр. Горячий. Горячий только вытащила. Сыр. Сыр. Пойдет. Пойдет? Пойдет, сказал. Невкусно, любимая моя. Ты нас так вкусно кормишь, нас балуешь. А просто пойдет. Не, ну серьезно пойдет? Угу. Да? А с чем их? С майонезиком, наверное, сметаны, нет? Не знаю. Кушать. Я тоже хочу попробовать. Муж попробовал. Можно... С чего? Это творог. Творог, яйцо, укроп, мука, сыр. Ммм, ничего, правда. Вкусненько, только горячий шулера. Сейчас. Интересное такое блюдо. Ну, кто любит творог, вареники вот с творогом, которые именно вот не сладкие, а с зеленью, тому очень понравится. И в приготовлении они такие достаточно... Ммм, горячие. Достаточно легкие в приготовлении. Поэтому и продукты тут тоже. Пачка творога, одно яичко, мука, укроп и сыр. Ну-ка, доча, пробуй. Вкусно? Понравилось? Ну, кушай. Вот что делает, а? Вот она, мать, достает. Покоя ей не дает. Лиза! Мам, мать, 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 мать. Эй, хулиганистая девка. Ох ты, злая. Ох ты, злая растешь. Никому покоя в этой семье от тебя нет. Это что за торво? Как уш на сковороде. Вот что делает, а? Ох ты, красотулечка моя. Красотулечка моя злая. И зубами грызет, и ногтями. Ау! Ну, папе правда понравилось. Наяривает, сидит. Всем, кто обедает, это у нас такой легкий обед. Сейчас я буду... У меня основной обед сегодня это капуста. И посуда у меня тут грязная. Эта капуста будет с фаршем. Тушеная. Сейчас буду тушить капусту. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Решили мы разобрать елочку. Все, уже что-то... Почему-то в этот год мне елка быстро... Ну, не то, чтобы надоело, но мне почему-то ее убрать охота. Так, красные буду вместе с серебристыми складывать. На следующий год не знаю, в каком цвете буду украшать елку. Может так же. А может быть возьму... Знаете, такой есть цвет. Это... Такой, как... Желтый, блестящий. Такой, как... Не знаю, что за цвет. И с синим он тоже очень хорошо сочетается. Вот этим снегом, которым я набрызгала из флакончика, он весь прям осыпается. Сейчас буду елку собирать и чувствую, что это все будет на полу. Все бантики тут, которые на полу валялись. Лиска, которые... Серебристые бантики. Все игрушки, это практически новые с этого года. Все, которые я покупала. Вот это вот только фея, вот это вот. Она тоже очень красивая. Она не с этого года. Я даже не помню, откуда она у нас появилась. Вот такая вот. Тоже красивая очень. Не помню, откуда она взялась. Вот это тоже не с этого года. Вот такие вот. Тоже они пошарпанные. Чуть-чуть звезду в этом году покупали. Но она такая одноразовая, из прессованной бумаги. Так себе. Ну, ничего она у нас тут прослужила. Вот такая вот пахнучка Дед Мороз. И с тех пор пахнет. Такая вот тоже уберем. Бантики. Это все в этом году покупала. Не знаю, что теперь на это место поставить. Наверное, цветок поставлю. Который у нас искусственный вон там за холодильником стоит. Его что ли поставить сюда. А туда что поставить. В общем, не знаю. Сейчас разберусь. Сначала разберем елку. Игрушки все только полы вымыла. Сейчас у меня тут все осыпется. Опять буду все мыть. Все запуталось. Ой! О! Прямо кошкам в молоко. Шарик упал. Прямо в молоко. Все праздники закончились. Нужно елочку убирать. Вот Лиза ее уже замучила эту елку. Цепляет ее каждый день. Вот такие вот тоже не новые шарики. Тоже с того года. Они так-то здесь вообще не в тему висели. Здесь с золотом. Красное. Видите, с золотом. Я вешала серебро и красное. Тут с золотом. Но я их туда сбоку вешала. Их как-то и не видно было. Так что все сейчас разберем. Ну вот в оконцовке что получилось. Конечно, что-то я с этими лампочками не попрощалась. Поставила сюда вот этот облезлый уже достаточно фикус. Все листья с него уже пооблетали почти. Вот. Коробку эту убрала наконец-то. И вон Лизка лежит на своей подушке. Этот угол. Вот из этого угла я взяла этот фикус. Там у нас кулер теперь стоит. И блендер. Да, короче, так. Ну вот. Ну, так стало как-то сразу не весело. Не празднично. Но ничего. Новый год закончился. Все равно надо было убирать. Здесь, правда, листьев очень много не хватает. На этом цветке вот видно здесь. Что он такой наполовину лысый. И лампочки эти. Я думаю, лампочки эти вечером. И на двери вот тут вот лампочки. Они у нас и днем горят. И здесь вот вечером если. То, если только Лизка туда не будет лазить. Сюда фотографии потом рамочки куплю, поставлю. У нас раньше рамочки здесь стояли. С зала. Вот который здесь сейчас стоят. На белом комоде. Вот эти вот белые рамочки. Здесь раньше этого комода белого не было. И когда я его сюда поставила. То, естественно, я вот эти все белые рамочки перенесла на него. Прям они как будто здесь всегда и были. Поэтому теперь нужно будет что-то покупать вот сюда. Чтобы он не стоял пустым. Что-то у меня на нем стояло. Еще потом, после того, как я убрала рамочки. Я не помню. Какая-то вазочка стояла. Потом мы его унесли на баню на второй этаж. А на Новый год мы его обратно сюда спустили. Теперь надо чем-то его опять. В общем, ну, потом его в дальнейшем здесь все равно не будет. Будет тут на кухне небольшая перепланировка. Поэтому пускай пока стоит. И лампочки тоже пускай пока будут. С ними как-то все равно повеселее. Так что вот сейчас поеду уже за Миленкой. Время у нас уже вечереет. Сейчас поеду, заберу Милену. На улице у нас такой снежок хороший шел. Прямо ладно, хоть снег начал идти, а то и сейчас идет. Мелкий-мелкий такой снег идет. Видно даже. Так что все, сейчас поедем за Миленкой. День подходит к концу. Что-то живот стоит начесывает. Что, опять голодный, хочешь сказать? Наглаживает стоит живот. Целый день бы только и делали, что ели. Да, Боняш? Нету коробочки. Все, Боня. Коробочку унесли, убрали. Нету. Лиза вон продуманная на своей подушке. Так что вот. Сейчас поедем за Миленой. Всем хорошего вечера. Хорошего настроения. Всем хорошего завершения рабочего дня. Всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok